Пушкин Земли с историей, но сельхозназначение – охранная зона музея-заповедника. Выкупить территорию нельзя, а вот взять в аренду можно. В числе арендаторов была и Голицынская птицефабрика. И в дальнейшем, когда все развалилось, стали эти земли продавать и частным владельцам. После земли переходили из рук в руки. Несколько лет назад на берегу реки построили бетонный завод. Рабочие с мусором не церемонились, выкидывали где придется. Жажда наживы оказалась важнее исторической ценности. Но тогда Пушкинскую тропу удалось отстоять. Впрочем, ненадолго. В этом году история повторилась. Прямо в охранной зоне возвели ангар. И мусор снова стал неотъемлемой частью пейзажа. Все эти радости от природы, которого здесь можно наблюдать, они, к сожалению, испорчены. И что с этим делать, не очень понятно. Получили сигнал. Моментально приехали на место. Сотрудники музея-заповедника говорят, застали рабочих с поличным за сбрасывание мусора. Вызвали полицию, написали заявление. Владимир Сизов признается. Есть опасения не только за сохранность исторических мест. Свалка может появиться прямо на газопроводе. На магистральном газопроводе высокого давления, где вообще любая деятельность также запрещена, у которого также есть своя охранная зона. По факту нарушения охранной зоны активные жители и сотрудники музея-заповедника уже написали немало обращений, в том числе в социальные сети. Ответ получили от муниципального центра управления регионом и комитета по экологии округа. По информации, представленной отделом муниципального земельного контроля, сообщаем, что для проверки фактов, изложенных в обращении, сотрудниками отдела будет проведено выездное обследование, о результатах которого вам будет сообщено дополнительно в срок до 19.06.2024. Сюда был выезд комитета по экологии Одинцовского района, которые зафиксировали всю эту незаконную деятельность, подтвердили факт этой незаконной деятельности и выписали некое предписание. В соответствии с 73-м федеральным законом усадьба в Веземах находится под защитой Главного управления культурного наследия Московской области. Комитет по культуре Одинцовского округа уже направил туда обращение о необходимости проведения выездной инспекции.